Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 21 каст «Завтрака с Библией», и он, наверное, будет самым коротким, но, по-моему, самым продуктивным, потому что меня очень коснулось слово, которое я прочитал сегодня. Это 19-й Псалом. Я его прочитаю весь, а потом поговорим только об одном стихе. Начальнику хора Псалом Давида. Я когда сегодня прочитал этот Псалом, для меня он был своего рода откровением, потому что в последнее время, общаясь с разными людьми, в разных ситуациях, иногда понимая, что на самом деле есть разница между тем, что мы говорим и тем, что мы делаем, между тем, чем мы живем на самом деле, то есть, что у нас, из чего состоит наша жизнь, и тем, что мы заявляем. И на самом деле мы знаем, читая Библию, и об этом говорит все Святое Писание, что Бог видит то, что у нас на сердце. Он может быть даже иногда, это может звучать странно, но иногда Он не слышит нашу молитву, Он иногда не преклоняет ухо свое к нашим молитвам, потому что наши молитвы расходятся с тем, что есть у нас на сердце. И тогда Господь, Он не говорит, что ага, на самом деле я сделал тебя вот так. Нет, Он просто ждет, когда наши слова начнут совпадать с тем, что у нас на сердце. Потому что мы люди, рожденные свыше, люди, рожденные для того, чтобы нести закон на сердце своем, должны и жить по закону на сердце своем. И если этот закон нам что-то говорит, вернее, сердце нам что-то говорит, основываясь на этом законе, написанном на нем, что это делать нехорошо, или так думать нехорошо, или такие осуждения нехороши, да, мало ли что нам сердце подсказывает. Да, мы называем тогда внутренний голос, но некоторые говорят, это идея от меня, сатана, как я уже говорил. Тем не менее, я думаю, что вот здесь очень точно сказано, что в пятом стихе этого псалма, «До даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Если наши слова, наши действия расходятся с тем, что у нас на сердце, с тем, что мы несем в себе, с тем, что мы реально переживаем внутри себя, когда мы находимся один на один, Бог никогда не отвернется от нас, Он просто подождет. Он подождет, когда наши слова, наши прошения, наши молитвы, наши намерения начнут совпадать с тем, что у нас на сердце. То есть с тем самым сердцем чистым, это 50-й, по-моему, псалом, чистая душа, когда мы реально не можем жить, если наши дела расходятся с намерениями нашего сердца, и только намерения сердца нашего, они будут исполнены. Потому что намерения сердца чистого, они от Бога. И написано, что много замыслов на сердце у человека, но сбудется то, что уготовано Богом. Поэтому я хочу пожелать вам сделать такую ревизию в своих мозгах, в своих мыслях, что действительно совпадает с тем, что у вас на сердце, с тем законом, который Господь положил нам на сердце, а что с ним расходится. И в каких случаях, когда мы просим о чем-то у Бога, и Он нам дает сразу и без упрека, как написано в послании у Якова, например, мудрости, в каких случаях мы ждем, когда что-то сбудется, оно не сбывается, потому что Господь не то, что Он не отвечает на наши молитвы, Он ждет, когда наши намерения совпадут с тем, что на сердце нашем. И тогда Он даст, потому что на сердце нашем и все наши намерения исполнит. Поэтому проведите такую ревизию, и я сам этим займусь и занимаюсь каждый день, и займусь еще усерднее, потому что я вижу, что по-другому получить благодать от Господа мы не можем. Спасибо вам за внимание, будьте благословенны, пусть ваш день будет всегда под рукой Господней находиться, и ваша жизнь тоже. Встретимся с вами завтра в 10 часов утра по-израильскому и в 11 по-москве в 22 касте «Завтрака с Библией». Спасибо и всего доброго. Пока.